МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. От знака становчая. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко ознайомимся с ходом уборочной кампании в Рыжевском районе. Массовая уборка протягивается. У Гомельском районе обмолочена маль 60% площадь. У школу с добрым сердцем. Активисты БРСМ допомогут детям подрихтоваться до навучального года. Спадченники короля. Молодые выканавцы завтра проставят трибют твору Майкла Джексона. История про футбол. У Гомеле презентовали заключную частку книги «Мяч над сожем». А зараз об этом и иншим больше подробязно. На Гомельшине протягивается мониторных полевых работ. У Рыжевском районе с ходом жнива знайомился помощник президента, головный инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Сегодня у Центра уваги органов Улады увесь комплекс пытаний, связанных с ходом жнива, починаючи от организации харчаванья. У филиале «Советская Беларусия» Рыжевского комбината хлебопродуктов его отримливают все комбайнеры и их помощники. Еще одна сфера – створение беспечных умов працы. Утымлику про знижение у зровня аварийности и травматизму. А про то помощник президента Республики Беларусь, головный инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, оценил стан балетков и эффективность проводимых агротехнических мероприемств. Надо все взвешивать в тех условиях, в каких и находится район, начиная от бала земли, климатических условий, к сожалению, все равно мы их учитываем, да, что может фактически вообще выдать тот участок или Лоевская земля, или Октябрьский район, где сегодня урожайность отнюдь не такая, как сосредоточено вот именно в Речицком районе. Поэтому ежедневно, как нам сегодня и поставлена задача, мы мониторим ситуацию, которая в первую очередь это качественная уборка, это минимальные потери. А про то, Юрий Шулейко принял удел у веншаванне молодежных экипажов-комбайнеров-тысячников с коммунального сельско-господаршего унитарного предприемства «Фрунзе Агра». Узнагороды и подарунки отрымали Вадим Хвастов и Владимир Сечка, які намолотили 1020 тонн сборжа. А так само Сергей Зайцев и Сергей Пулянский, на рахунку яких 1056 тонн. Вся роду загородженных так само молодой водитель Артем Виляжанин, який перевез 1330 тонн зерня. Уборочная у регионе наближается до экватора. В Гомельском районе до речи обмолочено маль 60% площадь. Каппоспеть своечасово убрать зерня нового уроджаю, механизаторы працуют с зранец и до заходу солнца. У перопынках настрой хлеборобов подтримливают творчие коллективы. Сегодня перед комбайнерами Ксупу Рыцкая выступили удельники аутоклуба Спадшина. Подробязности у Дмитра Якотова. Увесь день они проводят у поля за рулем комбайна. Працу подшинают амали с самой ранницы. На перопынке часу не шмат. Зерни необходно убрать свое часово. Свободные 10 хвилин выкористовывают с максимальной эффективностью. Поколь механизаторы снедуют аутоклуб Спадшина, подтримливая настрой. Выступление творчих коллективов подчас уборочной – добрая традиция. Сейчас очень ответственная пора для всех людей, особенно в сельской местности, когда уборочная – это и жизнь, это и страда, это и любовь, и отношение к земле, и к жизни, ко всему. Поэтому очень важно, чтобы все, кто живет в сельской местности, даже и не в сельской местности, чтобы помогли в этом всем. Ну вот, люди наши стараются, комбайнеры стараются, а техника наша, я думаю, Гомельская не подведет. Алексей Близнец и Алексей Одинцов уже некольких годов працуют у Ксуп-Урыцкая. Молодый экипаж подчас все летней уборочной намолотил 700 тонн. Раз-два дни планует покорить тысячный рубеж. Механизаторы признаются, зараз у все думки только об уборочной. Уборочная у нас хорошо проходит, погода сопутствует. Поэтому урожайность позволяет не менее цепь нормальной цепи. Можно сказать, хороший, одинаковый урожай с предыдущим годом. На молот хороший. На полях Ксуп-Урыцкого працуют 12 комбайнов. Тут, як и у большинства инших господарок Гомельского района, убрано свыше половы площадь, отведенных подзернивые. Завершить массовую уборку плануется прикладно простыдень. В Гомельском районе на сегодняшний день уже убрано 58% зерновых, зернобобовых культур. Это показатель неплохой в области. У Суп-Урыцкого, конечно, вал и зерна тоже неплохой. На сегодняшний день урожайность более 30 центнеров за екта. Местами участки бывают и под 40, и 50 центнеров. По оперативных датиных господарки Гомельского района намолотили больше 30 тысяч тонн сборжа. Это омаль 15% от агульно-областного показчика. У сего в регионе зараз обмолочены 40% палев. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания, Гомель. Не бензином, а дзинным. Гомсельмаш проводит в упробовании новой модели сборжа уборочного комбайна, який працует на газомоторном палеве. Эта техника уникальна не только для Беларуси, а и для сусветной практики в целом, потому что никто ранее не выпускал сельскохозяйственную машину на газовом палеве. Конструкторы лишатся эту распроцовку перспективной. Газ истот на тоней дыцельного палева. Однако, будучи нею, машины специалисты, пока оценивают с Трымана, да у васабление идеи у житё, долгий шлях. Для заправки прама у поля потребна ответная инфраструктура. Неопростым з'является и пытание биоспеки працы. Необходно высветлить, как поведеть себя биоруховик и инши вузлы Волмовых жнива. Разработка выполнена с использованием инновационного фонда Гомельского бюросполкома. Чем интересен газ? Это, во-первых, более экологичное топливо. То есть выхлопы снижены на 70% и сегодня соответствуют тем требованиям, которые ещё будут введены в Евросоюзе только с 2019 года. И второе преимущество – всё-таки сжатый газ дешевле, чем дизельное топливо, более чем в два раза. В России достаточно много газа добывается, и он доступен сегодня, и газовая станция есть. Там такая машина может иметь место и будет востребована. Азнашем, гэта лето з'является рекордным для Гомсельмаша по колькости новых моделей у сборжа-уборочных комбайнов, которые проходят в опробовании. У приватности на уборцы сборжевых працуя КЗС-1319. Комбайн с гибридной схемой обмолоту и сепарация. Протягиваем выпуск напереда дненового навучального года. У регионе проходят доброчинные акции по сбору школьных приналежностей для детей, которые имеют потребу в допомозе. Не застается в Баку от этой справы и Белорусский Республиканский Союз молодцы. Молодые люди принимают удел у агульно-республиканской акции под назвой «У школу с добрым сердцем». Ее главная мета – допомогти подрихтоваться до навучального года детям с малозабеспеченных семьями, а так само выхованцам интернатных установ. Для этого волонтеры «Руху доброе сердце» организуют в буйных андлевых центрах краины пункты сбора канцелярских и спортивных приналежностей, товаров для детячей творчести, навучальных допоможников, школьной вопротки и обудку. Долучиться до этой доброй справы может каждый. Акция протягнется до 15-го вирусня. Сегодня в городе Гомеле точка по сбору здесь одна. Вообще у нас пункты сбора работают при каждом территориальном комитете, в каждом районе. Это указано и на сайте, и на страничках каждого комитета. Сейчас активно уже работают у нас ярмарки школьные, поэтому наши волонтеры не остаются без работы. И, конечно, мы присоединяемся к этим ярмаркам и будем выходить и проводить пункты сбора там. Концерт, посвященный творчеству Майкла Джексона, пройдя в эту неделю в Гомеле. Новый российско-белорусский музычный проект «Трибют Майкла Джексона» будет представлен на сцене городского центра культуры. Концерт под названием «Мары одного короля» это макшимость пошуть лепшие хиты короля поп-музыки, а так само убачить его легендарные вокальные и хореографичные приемы. Удельники проекта молодые, але уже довольно популярные артисты. Москвич Артем Мельников вядомы своим креативным подыходом до выполнения кавер-версии. Его ролик «Танцующий полицейский» на интернет-портале YouTube за некольких годин набрал больше за 20 тысяч проглядов. Белорусский спевак Виталь Сычоу так само добра вядомы гомельским слухачам. Танцовальный коллектив «Слинг Ап Крю» – гомельские артисты, які примали удел у вядомых телепроектах «Я могу», «Хочу до Меладзе», «Танчать усе». Квитки на концерт выкуплять не треба. Плата буде проходить по системе «Free Donation», что означает добровольное хвярование. Кожен глядаш после концерта платит стольки, кольки лишить потребным. Российские артисты, наши коллеги взяли систему «Free Donation», которую я недавно с стольным концертом «Феникс» опробовал в Белоруссии впервые. И, кстати, очень успешно были проведены подсчеты. Это 80% зрителей оплатили стоимость билета по 10 рублей. Очень приятно, что ребята воспользуются этим же советом. И эту систему двигают тоже в массы. Когда касается этого такого великого человека, то здесь нужно больше театрализации, больше именно игры со зрителем вместе. То есть мы не просто дадим конфетку, мы и сделаем какую-то очень красивую обертку. У Центральной городской библиотеки «Мя Герцена» представили за ключную частку книги про футбол «Мяч над Сожем». Разом с презентацией выдания открылась тематичная выстава «Свет футбола» фото корреспондента «Гомельских ведомостей» Ганны Пашенко. Авторы книг, присвеченных истории «Гомельского футбола», это корреспондент «Гомельских ведомостей» Сергей Вершинин и редактор газеты «Маяк» Олег Дубовец. «Мяч над Сожем» – серая строг книг, якая описывая развитие футболу, начи с 1910 года. Как и другая частка, заключная книга разбита на два томы и описывая подею перед 1992 по 2015 годы. Выдание выпущено обмежованным тиражом по 300 экземпляров. Праца на дыме продолжилась каля трех годов. На выпуску сей трилогии спотребилось 10 годов. Аматрам футболу набыть книгу для особистой библиотеки можно будет на стадионе «Центральный» подчас матчу с Солигорским шахтером у понеделок с 7-го жнивня. «У нас была целая команда. Мы начали работать в истории гонорского футбола с середины 80-х годов прошлого века. Ну, потом у нас были спортивные газеты, гонили. Мы там тоже с Олегом вместе работали. Ну и тогда вот у нас основной этап был, когда мы начали опускаться уже в 40-е, 30-е, 20-е годы. То есть работали с ветеранами, фотографии собирали редкие». В Решицком районе завершился 5-й республиканский чемпионат Следующего комитета по стральбе. У делу им приняли представники всех областей нашей краины. Про то, как проходили споборничество и команда, какого из регионов признана самой трапной. Репортаж Вероники Ворошилиной. «Сконцентрованность, самоволодание и зоркая вока. Это бодайгалоны, складающие поспехового выступления. Все лето чемпионат Следующего комитета по стральбе проходил у малявничьих местах Решицкого района. Это один из наибольших обсталяванных для подобного рода споборничества у полигон. Чемпионат объединял 8 команд из всех областей нашей краины. Сюда приехали лепшие из лепших переможцы областных этапов». «Десять! Девять!» По регламенту с поборницей у каждой команде по одной жанчине. Я не так само обладаючь выдатной огнявой подрыхтовкой. До того, что в профессийной сфере все ровно, а тому поблажек для представниц пригожей половы человечества продугледжено не было. Жанчины у дельницы за звание лепших замагались у не меньше складанных, чем мужчины, заданиях. Например, им треба было за разворота прицелиться и зарабить серию строг трапных стрелок, уклавшись при этом усяго в 8 секунд. Самой зоркой в этом споборнистве стала представница управления Следующего комитета по Витебской в области Виктория Филатова. И она призналась, что пермахчиюй допомогла внутренняя собранность и непередольная тяга до огнявой подрыхтовки. «Всегда стрельба увлекала, потому что еще окончив Академию МВД в 2008 году, я все время занималась огневой подготовкой, мне это нравилось, и там я хорошо стреляла. Побывав на республике, даже посоревноваться, оказаться даже первой, это большого стоит». Чемпионат Следующего комитета включил шерых заданий по стрельбе с пистолета Макарова и автомата Калашникова. Большая стрела уробилась из-за длегласти у 25 метров, у некоторых выпробованиях еще столько ждавалось на разбежку до огнявой мяжи. Одным из наибольш видовичных испытов стала стрельба за автомата Калашникова. Стрелы рабились из-за знаки у 100 метров, у позициях лежа с колена и стоеча. У этом задании, как и во всех остальных, уличывалась худкость, трапность и правильность его переодоления. У целом чемпионат Следующего комитета у черговый раз продемонстровал сурьезную огнявую и физподрихтовку своих служачих. «Владение стрелковым оружием – это неотъемлемая часть, на мой взгляд, подготовки любого офицера, в том числе офицера Следующего комитета. Год от года уровень соревнований растет, и это свидетельствует о том, что профессиональная подготовка, часть которой является огневая подготовка наших сотрудников, тоже возрастает». По выниках республиканских споборництвов были вызначены переможцы, как у особистых заликах, так и огульнокомандным. На третьей преступции опынулась и команда Следующего комитета с Витебской области, другое место – у Центрального аппарата. Вселетним чемпионом стала команда с Могилевской области, которая до Речиштого оттрапляет у лик призеров. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель» из Речицкого района. И опошнее поведомление – одновленное оформление в пункте пропуску «Славутич» в Чарниговской мытни. Как поведомили у Гомельской мытни, 4-го ждневня все техничные работы, связанные с обслуговыванием серверного обсталявания в пункте пропуску «Славутич» завершены. Пропуск транспортных сродков ожитявляется в штатном режиме. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tv.gomil.by. На этом выпуск завершены. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире.